МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о названиях лекарств. Название лекарств – это такая штука сложная. Здесь много путаницы не только для мам и пап, но даже для медицинских работников. В общем, много вопросов, много непонятностей. Давайте будем разбираться. Пойдёмте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Постараемся сегодня не о болезнях, но о чём-то, что совсем рядом с болезнями. О лекарствах, о названиях лекарств. Как у каждого детёныша нашего есть имя, которое его где-то как-то характеризует, так у каждого лекарства есть название, но это намного сложнее, чем имена детей. У вас нет в голове путаницы по этому поводу, Луиза Васильевна? Колоссальная. Колоссальная. Тогда вы не эксперт, но у нас есть эксперты. Давайте узнаем, что они думают о названиях лекарств. Ну, название придумали очень-очень древние люди. Так что я сама не знаю, кто. Так какой-то самый главный человек придумывает на небе. Наверное, лекарствах в последнюю очередь назвали. Всем предметам название поназывали, а лекарствам вот такие придумали. Нету больше похожих названий, да? Сначала не было названий, просто давали. Просто сказали, нам какой-то такой сосальчик, глотать. И там где-то, ну, сначала не было названий. Просто отдавали им лекарства, выбирали они сами. Если кому-то надо сосулька, то её назвали сосулька. А если кому-то надо глотать, то он её назвает глоталька. Потому что у лекарств не должны быть одинаковые названия. Потому что лекарства разные, а названия одинаковые. А так неправильно. Должно быть у всех разные названия всех лекарств. Сложно так и называть. Дети не могли лекарство купить такое. И, ну, и стали дети не могли это лекарство купить. Вот вы понимаете, собственно говоря, действительно, ведь эксперты сказали главное, да? Что лекарств много, и нельзя, чтобы у лекарств были одинаковые названия. Это когда два мальчика и оба Саши. Тут сложно что-то такое намудрить и перепутать, да? Но вот когда лекарств много разных, и тут куча проблем. Смотрите, девочки, в чём проблема? Мы даже иногда не знаем в ответа на простые вопросы. Посмотрите, чем отличается лекарственное средство от лекарственного препарата? Ну, вот казалось бы, да? А разница-то огромная. Ну, вот оказывается, любое вещество, которое используется для лечения, диагностики или профилактики болезней, называется лекарственным средством. А вот уже это вещество, готовое к употреблению, то есть в конкретной лекарственной форме, понятно, да? То есть уже готовое к применению и называется лекарственным препаратом. Представляете, то есть оказывается разница огромная, да? Тем не менее, по поводу названия лекарств, люди не всегда понимают, почему эта информация настолько актуальна. Почему надо знать, какие бывают названия лекарств, чтобы не попасть в неловкое положение и даже не поставить под угрозу свою жизнь и здоровье. И очень часто во время приема мы слышим вопросы именно о названиях лекарств. К вам приходила Маша Фокер. Давайте посмотрим. Как-то Ирина привезла погостить своих деток на дачу к крёсту. Крёстная Арсения и Надюши певица Маша Фокер. Дача у Маши в Греции, а в саду растёт фиговое дерево, на котором зеет инжир. Сначала инжир детям очень понравился, а потом не очень, особенно Надюше. Ну, совсем не очень. Стало ясно, что без лекарств не обойтись. Вечером мы поняли, что вообще какой-то не очень хороший диагноз появился, но, естественно, вечером уже не было возможности вызывать врача. Там далеко, да. Да, и появилось, в общем-то, у Надюши расстройство. И, в общем, как-то так вот мы, в общем, испугались, но в аптеку мы побежали. И мы просто обнаружили то, что совершенно другие лекарства, чем у нас в Киеве. И те названия, которые я в Киеве с трудом выговаривала, на самом деле, оказываются там совершенно другие. То есть мы, в принципе, мы объяснили, что нам нужно. У меня просто было расстройство, и показывать мне не хотелось. Вы уже понимали. Я хочу, давайте, да, я просто пытаюсь себе вот, давайте тогда представим себе ролевую игру, да. Давайте представим себе, что я греческий аптекарь, да. Что вы хотите от меня? Представьте себе, что я греческий аптекарь. Что вы от меня хотите? Смотрите, братцы, это как раз вот то, что мы всегда пытаемся говорить вам о том, что когда мы, особенно куда-то путешествуем, да, подальше от родной аптеки и понятного нам доктора, да, то у нас должны быть с собой некие лекарства. И заметьте, я не могу вам сказать, купите, вот препарат, условно говоря, не могу вам сказать, купите анальгин. Почему? Потому что слово анальгин... Они не поймут. Никто не знает в мире, да, но если я вам скажу, купите метамизол, метамизол, вы слышите это слово? Это аналог, да? Нет, это не аналог. Это действующее вещество. Если вы в любой аптеке мира произнесете слово метамизол, то они будут знать, что это то же самое, что наш анальгин. Более того, если он его не знает, а я вам честно скажу, что когда вы придете, например, там где-нибудь во Франции или в Италии, и скажете, дайте мне метамизол, то есть имея в виду, что я хочу купить анальгин для ребенка, например, да, то, может быть, даже и полицию вызовут. Потому что в цивилизованной стране, да, дать ребенку анальгин, это так, как можно и загреметь, как бы, понимаете, да? Поэтому в чем возникает проблема, например, вот, когда ты делаешь медицинскую программу, что все хотят от тебя чего? Хотят названия таблетки, правда, да? Ну, в принципе, да. А любое название, оно какое? Торговое. Понимаете? То есть фактически я должен вслух произнести название товара, понятно? И потом все ломанутся покупать именно этот товар, и мы с вами все окажемся в совершенно непонятном положении. Ну, вот смотрите, допустим, есть лекарство, которое должно быть в каждом доме. Это самое безопасное жаропонижающее, которое называется словом парацетамол. О, я знаю. Парацетамол. Парацетамол – это международное название действующего вещества. Парацетамол. И огромное количество заводов ничего не придумывает, а выпускает парацетамол под названием, например, парацетамол-киевмедпрепарат или парацетамол-дарница. И все понимают, что там внутри. Но у этого международного слова парацетамола, известного всем абсолютно, есть огромное количество торговых названий. И многие из этих названий вы слышали. Панадол, тайлинол, тайлинол, эфиралган, колпол и все это тот же самый парацетамол. Но сейчас вот услышат нас еще 80 производителей парацетамола и скажут, что эфиралган, панадол, колпол и тайлинол подкупили Комаровского, чтобы он их назвал. А нас почему-то не назвали, поэтому мы после нашей встречи назовем всех, чтобы на нас никто не наезжал. Аспирин, вот хорошо, вот просто мне интересно, вот аспирин, это эфиралган и аспирин, какая разница? Какая разница? В действующем веществе есть международное название ацетилсалициловая кислота. И есть торговое имя, бренд Аспирин, который в 1900 году было запатентовано компанией Bayer. Но поскольку с 1900 года аспирин продают во всех странах мира, и вы придете в аптеку в Греции и скажете, дайте аспирин, то все поймут, что это такое. И тут оказывается, мы приходим к тому, что есть такое понятие, общеупотребительное название. Вот слово анальгин, его даже никто не рассматривает как торговую марку. Это слово знают все. Знаете, в Советском Союзе только им и лечились, скорая помощь приехала и уколола анальгин, да, от всего, от всего, от всего. Но вы должны понимать, что у нас есть особая специфика продажи лекарств. Особая специфика названия лекарств. И когда вы куда-то путешествуете, путешествуете, то вы должны иметь в виду, что если вы хотите купить некое лекарство, то либо вы его везете с собой, либо вы знаете его международное название. Мы всегда найдем общий язык, если мы знаем международное название лекарств. А у нас люди очень часто совершают огромную ошибку. Вот вы взяли с собой его, допустим, таблетки, жаропонижающие, да, они ему помогают. Вот у вас есть опыт встречи с ним, да, но когда вы едете туда, каждый же грамм на счету. Мы достали таблеточки, положили, да. Представляете, мы имеем упаковку, но что там внутри? Мы знаем, что это его таблетки от температуры, но что это за действующие чувства, мы не знаем. Поэтому совет, ребята, если мы куда-то едем, то наши лекарства должны быть в оригинальной упаковке и с инструкцией. Да, не вытаскивай. Потому что я, я, когда, поверьте мне, мне очень часто приносят упаковку лекарства, на котором написано на иврите или на греческом, понимаете, да. Но в каждой такой упаковке есть одно слово, написанное на латыни, понимаете. И этого одного слова достаточно, а еще там всегда есть арабская цифра, которая указывает, сколько миллиграмм вещества в одной таблетке, понятно. И врачу этого достаточно. Если он никогда это слово не видел, для этого есть справочники, интернет, и он всегда поймет, как быть. Поэтому берете с собой инструкции, если можете не брать, можете записать на латыни это название, но имейте это всегда в виду. Почему это так важно? Смотрите, вот это то, на что я обращаю ваше внимание. Например, ребенку назначен антибиотик под названием ампицелин, к примеру. И на следующий день у него появилась сыпь, то есть у него аллергия на ампицелин, понятно. Знать, что у вашего ребенка аллергия на ампицелин, вы обязаны. Если вы заболели там, то в первую очередь вы должны сказать, что у него аллергия на ампицелин, на международное название, понятно. А врач, который будет его лечить там, он уже знает все синонимы слова ампицелин, понятно. И он не получит лекарства, не нужно. То есть вы заинтересованы в этом прежде всего. Поэтому, когда вы записываете в дневничок или в записную книжку или в телефон название лекарства, на которое была аллергия, понятно, то надо записать что? Не торговое название, а международное. И тогда получится, что все вот эти 80 тоже нельзя. Я бы это никогда не думала, на самом деле. Ну вот теперь, то есть получается, что то, что мы сейчас озвучили, это те сведения, которые могут иметь огромное извлечение для большого числа людей. Когда это лекарственная аллергия совсем не верит, кстати, мы скоро об этом будем говорить. Давайте, да, первое, первое, что я сейчас должен сделать, пока на нас не набросились вот те самые производители, мы сказали, что мы назовем все остальные 80 названий лекарств. Поэтому мы сразу берем, запасли вот такую штуку, 80 названий парацетамола. Пожалуйста, то есть если у кого есть претензии, вот мы еще, наверное, поговорим, зачем нам в стране столько торговых названий одного лекарства. Тем не менее, вот есть слово парацетамол. Мы еще к этому вернемся. Это международное название на нашем родном языке. Вот слово парацетамол, международное название на латыни. Все остальное торговые названия, понятно? То есть вы можете купить все, что угодно из этого списка, это будет парацетамол. Что из этого списка вы купите? Вы посоветуетесь с доктором. Теперь давайте еще раз вместе разберемся с умными словами. Помните, мы с вами говорили о том, что есть такое понятие лекарственное средство, да? Вот мы берем, например, такое лекарственное средство, ну, например, рыбий жир, да? Там в этом рыбьем жире много всякого разного, да? Но есть такие лекарственные средства, которые представлены конкретным лекарственным веществом. Что такое лекарственное вещество? Лекарственное вещество – это нечто, имеющее совершенно определенную химическую формулу. То есть это стандартное явление. Понятно, что у рыбьего жира, да, или у какой-нибудь коры дуба, да, химической формулы нет. Это соединение много всякого разного, да? Но, тем не менее, есть лекарственные вещества, которые представляют собой конкретное химическое соединение. Так вот, некоторые из таких лекарственных веществ получают так называемое международное непатентованное название. Вот пример такого названия, например, слово парацетамол. Это слово, известное врачам всего мира. И теперь давайте попытаемся разобраться, откуда эти названия берутся, что они означают, какие они бывают. То есть уверен, у вас еще множество вопросов. Давайте мы сейчас будем на них отвечать. Скажите, доктор, вот я когда-то столкнулась с такой ситуацией, покупала ребенку жаропонижающий сироп в аптеке, и мне предложили огромный выбор разнообразных препаратов, которые, ну, как бы содержат один и тот же вещество. Зачем нужно такое количество препаратов, тем более, что они разительно отличаются по цене? Это точно. Ну, для начала, обратите внимание, вот этот вот списочек, да, еще раз на него так все дружно посмотрим, да, обратите внимание, да, вот каждый из производителей этого конкретного каждого препарата должен был его зарегистрировать, заплатить налоги, пообщаться с чиновниками и потом начать продавать. Естественно, чем больше зарегистрировано одних и тех же препаратов, тем сложнее нам, но тем лучше кому? Чиновникам, да, которые все это регистрируют. Потом у врачей вот такая голова, они понятия не имеют, что это. Как вы понимаете, вот есть паразетамол под 80 названиями. Как вы думаете, легче проконтролировать качество 80 препаратов или 5, да? Поэтому есть разные страны, разная политика. Поэтому есть, например, страна Австралия, где зарегистрировано 900 названий лекарств, а есть наша страна, где их 16 тысяч, да? Но за каждые 16 тысяч заплатили же денежки, да? И поэтому, как бы, мы тут с вами на втором месте, но кое-кто в этом оказывается заинтересован. То есть, если бы я, если как раньше, когда-то, я помню, когда началась Горбачевская перестройка, во всех газетах и журналах была такая рубрика «Если бы директором был я». И там люди, как бы, предлагали, как бы они перестраивали Советский Союз. Если бы я был директором, да, я бы взял вот каждый из этих препаратов и отправил в международную аналитическую лабораторию. И пусть бы нам сказали, какое из них оптимальное соотношение цены и качества. А потом бы договорился и от имени страны покупал бы только один препарат. Самый эффективный, самый качественный. А все остальные вы можете покупать за свой счет. А этот государство будет покупать, и врачи будут назначать только этот, самый лучший. А остальные делайте, что хотите. Это не государственный контроль. Но я пока не директор, пока у нас остаются вопросы, да, кому все это надо, вы уже догадались, да, ваши вопросы дальше. Евгений Георгиевич, скажите, пожалуйста, помните Пушкина «Не гонялся бы ты поп за дешевизной». Всегда ли если дороже, дороже лучше или дешевле хуже? Ну тогда действительно, давайте посмотрим в самый-самый корень. Итак, некая фирма нечто изучала. Например, есть, мы уже говорили про аспирин, да, и упомянули, что есть, допустим, фирма Байер, да, ну чтобы просто далеко не ходить. И вот ученые фирмы Байер в неком научно-исследовательском центре изобрели некое вещество, которое убивает микробы, которое оказалось антибиотиком, и которого назвали умным-умным словом, например, ципрофлоксацин. Боже, я напишу, извините, но надо. Ципрофлоксацин. То есть у вот этого самого ципрофлоксацина есть совершенно конкретная химическая формула. Какой-нибудь там гидропропил, гидрит, там, ты-дык, ты-дык, ты-дык. И вот этот ципрофлоксацин оказалось является лекарственным веществом. Провели испытания, и это было зарегистрировано как лекарственное средство. Его начали применять, было видно, что это хороший классный препарат, и тогда производители ципрофлоксацина обращаются во всемирную организацию здравоохранения, чтобы его зарегистрировать не просто как какой-то препарат фирмы Байер, а как препарат, лекарственное вещество с определенным международным непатентованным названием. Что значит непатентованное? Вот это название ципрофлоксацин, оно теперь уже не принадлежит фирме Байер. Это международное название. Все врачи мира называют антибиотик именно этим словом. Во всех инструкциях он обозначается именно так. И никто не говорит, возьмите то, возьмите все. Если я должен, как врач, получить информацию о том, какие дозы ципрофлоксацин, да сколько миллиграмм, какие противопоказания или показания, я ищу во всех справочниках одно единственное слово. Ципрофлоксацин. Это понятно? Понятно. Но вы же прекрасно понимаете, что нормальному человеку зайти в аптеку и сказать, дайте мне ципрофлоксацин, ну это же можно с ума сойти в конце концов. Поэтому фирма, производитель выпускает этот препарат на рынок, в аптеку и дает ему название. И вот фирма, производитель называет ципрофлоксацин словом ципробай. То есть вот ципробай, это то, что будет написано на коробочке, да? Ципробай. И это будет какое название? Торговое. Это понятно? То есть будет написано ципробай, торговое название, а под ним на латыни слово ципрофлоксацин. Пока все понятно. Теперь смотрите. Фирма Байер, пока придумала вот этот ципрофлоксацин, она заплатила огромные деньги. Это около, ну сумма близкая к 1 миллиарду долларов, а то и больше. Столько стоит разработка нового лекарства, полноценные клинические испытания и регистрация. Имеет ли фирма право, если она потратила такие деньги, да, отработать это все? Заработать назад деньги? Конечно, да? Поэтому в течение некоторого времени, обычно 8-10 лет, ципробай находится под патентной защитой. Этот препарат может выпускать только одна фирма в мире. Байер, больше никто. И за эти 10 лет фирма успевает и заработать, и вернуть потраченные средства. Через некоторое время срок патентной защиты заканчивается. И теперь любая фармакологическая компания может взять вот это вещество, ципрофлоксацин, понятно? И производить уже свой препарат по своим торговым названиям, например, по словам цифран, например, и это будет тот же самый ципрофлоксацин. Но это уже будет не оригинальный лекарственный препарат, понятно? А препарат производный, похожий, называется генерический или препарат генерик, дженерик. Понятно? Вот это препараты. То есть, таким образом, если мы берем, мы уже сейчас, уже вспомнить, кто был первым, первым производителем парацетамола, практически невозможно. Кто был первым производителем аспирина, это мы помним и сейчас, да? Ну вот, что касается, тут уже как бы все это покрыто мраком, допустим. Хотя вспомнить можно, это не проблема. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот все, что мы сейчас видим, это фактически препараты-дженерики, производные от того первого оригинального вещества. Но смотрите, у фирмы Байер десятилетний опыт производства, применения, хранения, синтеза этого препарата, да? И тут пришла какая-то новая там компания и начала его же производить. Вы уверены, что это будет то же самое? То есть, формула патентуется, способ производства не всегда. И таким образом, есть оригинальный препарат, который стоит 100 рублей, и есть дженерический препарат, который стоит 10 рублей. И то цифрофлоксацин, и то цифрофлоксацин. Рисковать или не рисковать? Казалось бы, нет смысла рисковать. Давайте лучше купим дороже, но не кота в мешке. С другой стороны, ну какой нам смысл, если я хочу подделать лекарственное средство? Ну что я буду подделывать никому неизвестное лекарственное средство, да? То есть тут тоже надо это все учитывать. И оказывается, врач, вот врач, который работает в конкретной стране, он, как правило, знает, что вот этот препарат помогает и стоит недорого, а этот не помогает, да? И тогда врач дает своему пациенту рекомендации. Если ты пойдешь покупать парацетамол, только я тебя прошу, во-первых, пожалуйста, не покупай его в аптечном киоске на вокзале, хорошо? Купи его в нормальной аптеке, посмотри, чтобы была нормальная упаковка, чтобы там был шрифт Брайля обязательный, а как правило на подделках он реже бывает. Помните, что это такое шрифт Брайля? Для слепых. Да, для слепых. Чтобы это было. И так далее, и так далее. Это требования, такие лекарства. И купи обязательно вот под таким-то названием. И тут он конкретно своему пациенту советует. Потому что он знает, что его пациенты это используют, и им таки оно помогает. То есть, смотрите, я могу назначить вашему ребенку парацетамол. Это значит, что я не выбрал лекарство. Я просто сказал парацетамол. И вы пришли в аптеку и сказали, так как вы сказали, дайте парацетамол. И вам сказали, нате, берите, выбирайте. И вы сказали, а что вы нам девушка посоветуете? А что вам девушка посоветует, если у нее план? Да? И что же она вам посоветует за 80 копеек? Если вы можете купить за 10 долларов. Правильно, да? И она вам, конечно, посоветует то, что подороже. Ведь это ее прямая заинтересованность. А ваша в чем заинтересованность? Чтобы за умеренные деньги было эффективно и безопасно. Поэтому, поэтому, это вот вы должны понимать, законодательство в разных странах мира по-разному указывает на то, что должен делать врач. Есть страны, где врач не имеет права выписывать лекарства под торговыми названиями. Ну, потому что тогда, получается, некая фирма стимулирует врача назначать именно это лекарство. То есть, врач выписывает парацетамол, а государство сообщает, или страховая компания говорит о том, мы рекомендуем покупать такой-то парацетамол. То есть, в нашей стране, если вам доктор сказал парацетамол, это значит, у вас есть право выбрать самим в аптеке. Или посоветовавшись. Но если в рецепте написано эфералган или калпол, то есть, написано торговое название, то в аптеке вам обязаны дать именно то, что назначено. Понятно? То есть, если врач за вас уже выбрал и назначил конкретное торговое название лекарства, это значит, он сделал выбор. Вам уже выбирать не надо. Вы должны это понимать. Здравствуйте. Скажите, а все ли зарегистрированные в нашей стране препараты имеют международное название? Ну, ни одно, например, растительное лекарство, ни одно лекарство животного происхождения не может иметь международное непатентовое название. Понятно почему. Оно не имеет какой-то конкретной формулы. Понятно, что это смесь каких-то лекарственных растений. Это же совершенно понятно. Некоторые препараты представляют собой комбинацию из трех или четырех веществ. Каждая из этих трех может иметь международное название. И поэтому врачи ориентируются, например, средства от простуды, например. Или возьмем какой-нибудь комплексный витамин. У каждого из десяти витаминов в составе есть международное название. Но у препарата в целом международного названия нет, только торговое. Опять-таки, естественно, что неудивительно, нет международных названий и гомеопатических лекарств. Само собой разумеется. Потому что там нет лекарств в составе тоже поэтому. Спасибо большое. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а что в названии лекарства означает слово форте? Форте – это сильный. Сильный. То есть суть. Например, есть препарат, который человек может его применить в дозе, условно говоря, от 50 до 100 миллиграмм. К примеру, да? И выпускается этот препарат. Давайте его как-нибудь назовем. Например, там... Нет, мы не будем... Нам сейчас надо придумать название, чтобы его не было вообще. Знаете, как самые лучшие названия, они какие? Надо сначала взять какой-то человеческий орган, да? А потом придумать, что с этим органом должно происходить. Ну, например, бронхонекошлюк. Вот сразу всем же понятно, от чего это лекарство, да? Бронхонекошлюк. Сейчас пусть слушают. И вот оказывается, что нормальная доза лечебная бронхонекошлюка составляет от 50 до 100 миллиграмм. И он, естественно, выпускается, допустим, в таблетках по 50 миллиграмм. Всё нормально. Но мы решили выпустить препарат в максимальной дозе. Ну, то есть, чтобы уже лечиться, да? И мы его назвали бронхонекошлюк форте. То есть форте значит сильный. Соответственно, есть, например, слово типа лайк, слабый, митте, например, да? Вот это противоположное по смыслу слова. То есть это тоже возможно. То есть это добавка к основному названию указывающей значительную дозу. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, чем отличаются детские лекарства от взрослых? И правильно ли, когда доктор назначает по пол таблеточки взрослого лекарства деткам? Или по четвертиночке? Ну, действительно, мы даже как-то делали специальную программу, которая посвящена так называемым детским лекарственным формам. То есть если в стране доктор назначает ребенку пол таблетки, это значит нет специальной детской лекарственной формы. Это не доктор. Виноват ему деваться некуда. Это раз. Ну и сплошь и рядом доктор оказывается в такой ситуации. Мы об этом говорили, но я повторю. Когда взрослая таблетка, которую вы поделили пополам, стоит раз в 10 дешевле, чем тот же самый детский сироп. Понятно. И доктор понимает, что если он назначит сироп, мама не купит. А если назначит пол взрослой таблетки, то купит. То есть на этот вопрос мы ответили. Что же касается, чем отличаются детские от взрослых, то, во-первых, отличаются специальной лекарственной формой. И напомню, лекарственная форма – это состояние, которое получает лекарственное средство, чтобы его было удобно применять. То есть таблетка, сироп, раствор. Вот это называется лекарственной формой. То есть детское лекарство для детей отличается а лекарственной формой и удобством дозировки именно в детском возрасте. Понятно? То есть это будет чайная ложечка, допустим, этого сиропа. А если это папе давать, то ему надо будет 20 таких чайных ложечек, что будет неудобно. Поэтому будет написано парацетамол для детей. Сироп. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, как может даже самый опытный врач в голове удержать у себя столько названий лекарств? Вот вы знаете, не может. Хотя на самом деле, я вам сразу скажу честно, что, как правило, даже самый опытный врач использует в своей работе около 50 лекарств. Максимум 100. Вот поверьте мне. То есть в подавляющем большинстве случаев врач в своей работе использует не более 100 лекарств. Все остальное ему не надо запоминать. Если вдруг что-то когда-то приключилось, для этого есть справочники. Понятно, что врачи наши, они и не пытаются все это запоминать. Другой вопрос, и может быть беда состоит в том, что для того, чтобы у врачей была возможность все это знать, об этом все время заботится государство. Врачи получают бесплатно фарматические справочники, имеют доступ специально в интернет. На сайте Министерства здравоохранения есть специальный портал, куда врачи могут зайти и получить любую информацию в любой момент. В нашей стране пока этого нет, поэтому основным источником информации о лекарствах являются кто? Производители лекарств. Что создает, конечно же, определенные проблемы. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие слова категорически запрещается употреблять в названии лекарства? Смотрите, действительно, очень часто в коммерческих целях, в рекламных, в названиях, если дать волю производителям, они могут написать, например, уникальное лекарство для лечения насморка. Или там самый лучший препарат от головы. Или там самый классный витамин для ума. Поэтому категорически не рекомендуется и даже запрещается использовать в названиях лекарств такие вещи, как единственный, самый лучший, неповторимый, оказывающий стопроцентный эффект и так далее. Такое вот в названии быть не должно. Вот это, еще раз фиксирую внимание, самые запоминающиеся названия, это вот соединение. Вот классическое слово там, гематоген, гематоген, да, вот кровь, ген, генезис действия, да, вот для крови, да, вот сразу все, мгновенно все запоминают. И наш бронхонекошлюк скоро все запомнят, допустим, да, то есть если надо, мы проконсультируем производителя. Поэтому самые лучшие названия там, знаешь, типа лекарства, для рук, для мозг, да, очень хорошие лекарства, да, вы же слышали похожие названия, для язык, да, для подбородок, для ног. Вот очень хорошая мазь для ног, одним словом, для ног. Для мужа. Таблетка для мужа. И сразу все понимают, вот я бы, если бы я выпускал таблетки стимулирующие, я бы их назвал для мужа. И сказал бы, что женщинам скидка, если покупают. Сразу бы пошло. Браво. Да. Здравствуйте, скажите, а вот вы уже перечисляли различные формы, там вот капли, микстуры. Одного, ну, какого-то препарата. Вот они должны одинаково называться или могут называться по-разному? Или, ну, как? Понятно, ну, то есть теоретически, конечно же, если парацетамол может выпускаться в таблетках, капсулах, сиропах, растворах, каплях и свечах, то во всех лекарственных формах должно быть одно и то же действующее вещество, имеющее одно и то же международное непатентованное название, да? То есть парацетамол. Возможно исключение, когда, например, изменение дозы может совершенно принципиальным образом изменять свойства лекарства. Ну вот классический пример. Знаменитая ацетилсалициловая кислота, тот же аспирин, в таблетках там по 325 или 500 миллиграмм используется как жаропонижающее средство. А в другой лекарственной форме, в таблетке по 0,1 грамма, по 100 миллиграмм, используется для профилактики инфарктов и инсультов. То есть получается, что вот эти разные таблетки, 0,1 и 0,5, могут вполне иметь совершенно разные названия, но, быть тем не менее, произведены одной и той же фармакологической компанией. Главное, я все-таки, на что я хотел бы обратить ваше внимание. В подавляющем большинстве случаев, если лекарством стоит лечиться, все-таки стоит лечиться, то у этого лекарства есть международное непатентованное название. Таких названий международных непатентованных. Их на весь белый свет около 8 тысяч. И каждый год появляется где-то 100-120 новых названий, которые проходят длительную процедуру регистрации. Именно вот об этих лекарствах и говорят врачи, когда собираются на конференции, когда обмениваются результатами, и когда какой-то врач говорит, что он видит огромное количество проблем с костным мозгом после использования метамизола, то все во всем мире знают, что не надо назначать метамизол детям, а что такое анальин, может быть, не знает никто. Тем не менее, я хотел бы обратить ваше внимание, что именно для вас, для мам и пап, принципиально понимать, что есть такое понятие, как международное непатентованное название, и есть такое понятие, как торговое название. И вы четко должны понимать разницу. Всегда, когда вы отправляетесь в путешествие, когда имеет место какая-то реакция на какое-то вещество, вы должны знать, как это вещество называется, как этот препарат называется во всем мире. Понятно? И если вы сбиваете температуру каким-то препаратом, если вы от аллергии используете какой-то препарат, если у вашего ребенка, например, болезнь под названием баронтиальная астма, и вы едете в какую-то страну, и там вам, возможно, понадобится это лекарство купить, то у вас должен быть рецепт не с торговым названием, ибо в той стране это может никто не знать, а с международным непатентованным названием. То есть вы теперь уже понимаете, почему это так важно, вы ориентируетесь хоть чуть-чуть в названиях лекарств, вы сделали правильные выводы, ну, значит, мы встретимся через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ